быть опасным все равно скачать может быть опасным короче уже троем не можем короче скачать пытаясь купить дрон но ничего не получается мы уже тут android срастили у всех айфона вот один человек можно сказать динозавр с андроидом и даже у него не получается скачать диджи флай гребаные санкции верните назад 2020 год будем в масках проходить беру загрузка все android сломали тойота витс говорят разгонится задним ходом 80 километров в час сегодня будем проверять внизу кого зашел все зашел зашел сейчас мышь не будем может быть нас господь бог отговаривает от этой покупки секунду короче никак не получается установить приложение неизвестное приложение там это угроза страшный если столкнется с этим лучше не сталкиваетесь угроза 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 безопасности страшное дело причем установка все пошло на первую развернула перезагрузить горем бывало вроде как установили что-то сейчас будет наверное и станировка теперь у нас другая проблема штекера нету либо потеряли либо где-то оставили мы не можем вот это подключить к андроиду type-c да у тебя круто человек с телефоном приросшим к куку пока что короче вообще не судьба так раз и держи начинается конвульсия головой будет вернет посмотреть файлы мы сможем там сантис порубит перед каждым полетом лучше калибровать дрон а калибровать его уж надо на ровной поверхности 50 метров вверх ограничение без 30 или 50 ты нахуй не увидишь в небе не расслышал просто зарегистрироваться короче пиздец сегодня мы нормально не поснимаем я зарегаюсь его ага я дома сижу ты в артеме зарегался у меня дрон как с ума сошел калибруешь так а вот так надо его покрутить это калибруются именно датчики запуск моторов осуществляется стиками вниз удерживания ага сейчас фу фура это уже запись на флешку пошла на паспорт режим на дроне на дроне на дроне поехали давай получше говори когда поедешь это максимум это хорошо идет все короче забрал я коптер но у меня вместо трех батареек две неполный комплект и у меня нет телефона которому можно все это подключать и еще нет 60 кадров 4k в слежении это капец но я все равно купил ничего плохого с нами не случится номер мы запомнили тут конкретная трасса владивосток хабаровск вообще без проблем тут можно 700 километров в час миру задним ходом раскрутить чё пробуем не вот бы такому покрытию нарушить вообще хорошо 60 есть 70 есть больше 75 80 это вообще что-то невероятно как будто воняет вариатором но это не точно и поговорил немного с человеком он рассказал как чё как ловить горит мой бескин необязательно и вешать на блесну еще меня удивило то что он сидит стоит с пол девятого говорит вообще капец типа самого утра и он поймал там ну чуть-чуть совсем рыбы сегодня рыба не идет как бы все что уезжают уходят короче мы не во время приехали и уже как бы уже как бы весна вот ну короче рыбалка это походу не мою и столько терпения у меня нет я думал закину и сразу вытащу килограмм рыбы и поеду домой жарить по ходу так вот все это не работает клиентоз наш дорогой клиентоз подъезжает хренак вообще просто мастерский мастерский тут интересно страховая компания какая-нибудь работает сагас лед нефть нефти продукт и оценил для я даже не останавливаться на это как бы до славянки я хочу задам тел прикинь она пошла закрываем машину ты мне подснимешь потому что я сам подснять не могу нормально человек юмора не понимает так за один того нет безопасность на высшем уровне он они хочет быстро и не руль даже держать полицейский разорос круиз-контроль на что-то странно может мы уже задрочили конуса потому что в ту сторону вот буквально это было я хотела чтобы слабко было неужели куда? как будто с горки мы едем она походу как будто это отъезжает неужели? что реально как будто? как будто реально с горы едем прикиньте в ту сторону лего 91 газ в полу все и ухухухуха сам я готовил мы чуть не перевернулись сцепление я думал-бы сейчас перевернемся надо было пристегиваться сейчас попробуем скуковить поедет. Главное не перевернуться. Я буду больше пристегиваться теперь. Теперь Тойота ВИЦ. Ты смотришь назад? Посмотри, чтобы там рыбаков не было, а то рыбачку. Что-то возмущается. Это всё? 80 литров, но он быстро. Оно в другую сторону. Когда ты едешь вперёд, оно горает. Когда едешь назад, оно вырабатывается. Всё в порядке. Порабачить, ребята, короче, не удастся сегодня вас научить рыбалки, но поугарать точно можно будет. Мира разогналась. 95-100 километров в час разогналась. ВИЦ 80. Охеренно, а. За камшотили льдом и снегом. Сожгли литр масла на ВИЦ 1.3 мотор. Ёбди. Как згой, если шли. Главное, миру не проехать. Сука. У-у-ух-ху-ху-ху. У-у-у. Сань, ты был хоть раз на льду? Сегодня первый раз. Первый раз, прикиньте. Человек на льду счастливый. На машине на льду. Щуп проверяешь? Масло, да? Сколько у тебя там? Хватит на сегодня? На полчасика хватит масла? Опа. Вчера было вот так. Как омывайку заливаешь, да? Сейчас у нас будет заруба с Toyota Vitz. И соперник уже изучает слабые стороны своего соперника. Слабая сторона, это двигатель, это машина. Слабая сторона, это 658cc. Сейчас будет заруба двух Toyota. Одной Dehats и одной Vitz. Что, прям следует? Нет, не следует. Стой, стой, стой. Active Track, следование. Все, поехали. Он пошел? Вот сейчас, наверное, пойдет. Езжай. Он далеко. Не, Димон, ты что, он не следует? Не следует? Давай назад. Значит, надо было play. Да, он уже идет с нами. Сколько он будет интереснее? Потерял, да? Дрон в зоне гео невозможно использовать фокус-трек. Потерял, да? Потерял, возможно. Мы сделали Vitz, мы сделали Vitz, мы сделали Vitz, мы в натуре сделали Vitz. Только на 70 километрах, на 80. Начал обгонять, прикинь. Блин, прикольная штука. Что он прям... Он чуть-чуть проехал, нормально. То есть мы отдалились. Видишь, картинка? Ну, ее можно кропнуть, потом будет. Уже 20%. То есть... О, нихуя так быстро, да? Быстро, я так говорю. Это кажется, что... Вторая батарейка тоже, да? И он не летит... О, только сейчас полетел, прикинь. Я ничего не понимаю. Максимум флай... Что тебе на... Нет, у него вообще... Ну, он там вначале, ну... Он назад, короче, летит, а вперед не хочет. В смысле на... Максимум флай, что? Ну, ты опусти ниже. Я опустил уже. Я опускаю. Он, короче, к нам не летит, от нас летит. Бред какой-то. И опускается вниз. Сейчас узбеки его заберут. Поехали. Друзья, интересно, кто кого? Саня опять начинает отмазывать. Мира. Мира уходит. Да, она выдовая, ну и что? Горка, да? Драк рейсинг нах. Мира задом, вид передом. Драк рейсинг нах. Трак-трак рейсинг. Трак-трак рейсинг. Примерно 25 Все, Димон, 25 В общем, у ВИЦА нет никаких шансов До 80 км в час даже ходом догнать миру Мира уезжает просто в космос Ну, за счет того, что, конечно, ВИЦА буксует Там постоянно Мира вообще нормально едет На полном приводе На двух блокировках, между прочим Межесевой и задней Малокровные Это настоящий полный привод Я вообще не могу себе представить Я на него смотрю, как, сука, она крутится На 120 км в час И у меня не будет задний мост Просто назад Вы как форсаж Ошибки? Тойота сама восстановится, не переживай Что там за ошибки? Все? Все Сбросилось? Выкил, выкил и нормально И масло Масло загорелось? Да Специально сделаем заезд Для того, чтобы показать, что Мишлен Полустертая резина По сравнению с буквально Новой Роудкрузой Вообще абсолютно не едет Обе машины сейчас на переднем приводе На свободных дифференциалах Соответственно, ВИЦА у нас без блокировок Все, мы сразу уходим Буквально сразу Продолжаем Буксовать Мы уезжаем Просто И А я думал, что из-за полного привода Оказывается, просто Ну Дело в резине Там мощи немерено Не важно, что у машины под капотом Самое главное Это то, кто сидит за рулем Ты так думаешь? Вообще просто с ходов